Приветствую, приветствую, девчонки и мальчишки, да, как говорит Голтис. Девочки, мальчики, все, так, настроила, вроде все нормально, связь, надеюсь, связь сегодня не прервется, как у нас в пятницу, да, решила просто все выбить и на этом начаться суббота-воскресенье. Доброго утра, доброго понедельника, доброго времени, у кого уже сколько, да, там, возможно, у кого-то день уже, но самое главное, да, что доброго времени. И не важно, кто заходит в ночь, да, или в день, главное в моменте ощущения здесь сейчас у нас начинается, да, у кого-то уже начался понедельник, возможно, у кого-то еще воскресенье. Но мы начинаем, все это у нас останется в записи, у нас сегодня с вами последняя, да, как крайняя неделя, последнее слово, да, вроде бы не очень хочется почему-то слышать. То есть иногда, вот мне так отвечают, да, Елена, крайняя неделя, да, вот крайняя неделя, 21 дня, как мы запустили с вами вот эту 15-минутную зарядку, ежеутреннюю такую, да, ежеутренний мацион, и прежде чем приступить, обязательно, субботу-воскресенье мы с вами отдыхали. Напомню правила, которые мы с вами соблюдаем, прежде чем начнем, приступим к исполнению самих упражнений, да, так сказать. У нас основа с вами, это суставная гимнастика, это методики исцеляющий импульс, где синергия, да, то есть совмещены движения с дыхательной практикой. И в результате вроде бы обычные такие простые упражнения с виду, да, которые вот, ну, особенно наблюдатель наблюдает со стороны, как мы делаем. И когда мы сами начинаем это выполнять, присоединяя дыхательную практику, получается такой мощный, интересный эффект с энергией, с зарядом, с более глубинным проработкой мышц, суставных групп, самого желудочно-кишечного тракта, легких, то есть, ну, прямо вот эффект совсем по-другому, когда мы присоединяем дыхательную практику. И поэтому повторим, да, сейчас с вами три правила, особенно кто новенький присоединился. Прежде чем начнем делать, помним, что мы, я буду показывать упражнения, буду показывать на максимальной анатомической амплитуде, как работает наше тело, как должно работать наше тело, когда нет никаких застойных явлений, нет закисленных участков, да, а в результате застойные явления, закисленные участки дают нам такие следствия, как артриты, артрозы, ну, и прочее. И прочие-прочие моменты, да, вот все, что связано с застоем, да, вплоть до, когда накапливаются какие-то элементы у нас в желчных протоках, да, или в мочевом пузыре, да, нам не нужные совсем. То есть, это все застойные явления, это отсутствие движения, кровоснабжения этих тканей и органов, и, как следствие, мы получаем кучу-кучу количества наименований заболеваний, да. Поэтому я буду показывать анатомическую амплитуду, как должно работать наше тело, но вы работаете в той амплитуде, в которой работает ваш сейчас организм в зоне комфорта. То есть, самая наша планстан, база, да, основной – это зона комфорта. Ни в коем случае мы не заходим в дискомфорт и тем более в боль. То есть, если я показываю у нас вот движение плеча в суставной сумке, в плечевом суставе, вот такое анатомическое, то есть, и вперед, и назад не вызывает никакого дискомфорта у меня при движении, да, при любой скорости, то есть, никакого дискомфорта, то, возможно, у кого-то будет движение плеча в суставной сумке, да, вот это круговое движение совсем небольшое, мы не смотрим на меня, мы слышим себя в первую очередь. То есть, слушайте свое тело, как оно с вами разговаривает, ориентируемся на слабую сторону, потому что, может быть, движение в правом плече совсем другое, чем в левом, да, и, допустим, сегодня левая как-то ведет себя не очень, как пример, да, ушибли, ударили, растянули, всякое в жизни бывает, соответственно, вы ориентируетесь на слабую сторону, то есть, всегда ориентируемся на более медленного человека в походе, да, то есть, вот здесь то же самое, ориентируемся на слабую сторону. И после того, как вы нашли свою амплитуду в зоне комфорта какая, да, она у вас, ну, я на примере просто движения рук в плечевом суставе, то мы начинаем присоединять скорость. То есть, задача вышинки за максимально короткий срок выжать весь биохимический, биоэнергический потенциал в той области, с которой мы работаем, да, то есть, начинаем набирать скорость. Я буду работать в средней скорости, ну, в такой light режиме. Возможно, кому-то захочется совсем очень медленно, да, то есть, и ваше телосостояние сейчас тело такое, что вы именно эмоционально, психологически захотите работать в медленном темпе. Работаете в медленном темпе. Если кому-то захочется прямо уйти в максимально такую скорость, да, тело просит драйв в понедельник, да, там, кого-то, кто-то уже соскучился по своей трудовой деятельности на самом деле, да, то есть, дела-то, дела там, и поэтому хочется вот запустить как можно максимальнее энергию в свое тело, мы включаем скорость. Но помним, все идет в зоне комфорта. Если при скорости у вас упражнение начинает сдавать обороты, да, то есть, вы теряете амплитуду, значит, снижаете скорость, возвращаетесь к той амплитуде, с которой начинали в зоне комфорта, потому что на первом месте у нас стоит амплитуда, она важнее. И самое третье, да, интересное наше правило – это дыхание через сопротивление или дыхание королевской кобры, я его еще называю, у него много полезностей, просто на семинарах обучающих я о дыхании рассказываю, ну, примерно часа полтора, то есть мы углубляемся в изучение его до молекулярного уровня, понимая, что происходит с нашим телом, когда мы вот в синергии с движением производим такие дыхательные, дыхательную технику, да, такие дыхательные практики. Что у нас будет? Дыхание через сопротивление. Вдох мы делаем через нос, абсолютно не создавая сопротивление, да, то есть просто через нос вдохнули, раскрыли полностью грудную клетку, да, то есть набрали полную грудь воздуха. И прежде чем выдохнуть, напрягаем живот и ставим зуб на зуб, прижимаем язык к передней стенке поверхности зубов, то есть закрываем, перекрываем щелки, у нас только боковые щелки остаются открытые, то есть максимально создаем сопротивление для выхода воздуха из легких и выдыхаем. То есть создается такой звук, сильно прижимать язык не надо к зубам, иначе у вас там совсем будет такое сопротивление, что покраснеют глаза, да, то есть полопаются капилляры, нам такого сопротивления, конечно, не нужно, то есть мы работаем в зоне комфорта. Еще раз вдох, полностью 100% набрали воздуха в легкие и выдох. В конце, обратите внимание, да, что амплитуда выдоха становится длиннее гораздо, чем амплитуда вдоха, да, потому что сопротивление. И чтобы нам сбалансировать, да, вдох и выдох, просто в конце открываем рот и сбрасываем. И, соответственно, так как скорость у кого-то будет большая, мы с вами, чем выше скорость, тем больше тактов у нас будет по дыханию. То есть здесь у нас два такта, вдох и выдох. При скорости мы сделаем с вами четыре такта, будем работать с четырьмя тактами. Вдох, вдох, выдох, выдох. То есть 50% взяли и 50% потом добрали, и 50% выдохнули, 50% оставшиеся, да, уже 100% выдохнули полностью воздух. Вот таким образом будем работать. Ну что же, готовы? Засекаю время. Поехали. Наклоны головы чуть ниже колен. И если гипертония, да, что-то вы понимаете, с сосудами головного мозга давление скачет, то сильно голову наклонять не надо. Можно просто ее опустить мягко, в груди коснуться подбородком груди и стоять в таком положении, да, то есть выбирайте свое положение от состояния в моменте. Наклонили голову, расслабили шею. Здесь дыхание обычное, свободное. Первое наше упражнение – простукивание по голове, по волосяной части. Наблюдаем, где у нас болезненность, если она есть. Наш гипертонус, напряжение наше. Думаем много, работаем много, стрессуем. Отлично, закончили. И переступаем уже непосредственно к самим упражнениям. Я говорю, вы уже подключаете дыхание. Наклоны головы вперед-назад. Аккуратно работаем с областью шеи. Вдох-вдох, выдох-выдох. Когда в медленном темпе нашли свою амплитуду в зоне комфорта, только после этого можно начинать прибавлять скорость. Но с областью шеи я прошу вас работать всегда очень нежно, бережно, аккуратно. И у вас поясницы в том числе. Отлично, закончили. Наклоны влево-вправо. С шеей работаем каждый раз, как будто первый раз мы знакомимся со своим телом, потому что, ну, возможно, как-то можем неудачненько поспать. Какое-нибудь положение было некомфортное во время сна. Шея затекла. И сразу, если вы сразу с просония, с утра начинаете делать гимнастику, то будьте очень аккуратны. Раскачивайте тело постепенно. Отлично, завершили. Повороты влево-вправо. Влево-вправо. Отлично, завершили. Круговые движения в одну сторону. Здесь можно дышать через сопротивление или дышать обычным тымом. Обычным типом дыхания. Самое основное, чтобы у вас не кружилась голова. То есть при таком дыхании с энергией, с движением может закружиться голова. Насыщение кислородом кровеносного русла, ее в два раза больше. И мозг иногда удивляется. Закончили. В другую сторону. Он привык уже хроническая гипоксия головного мозга. Это у нас заболевание. Сейчас в классификаторе заболевания выведено. Но это не болезнь. Это всего лишь следствие. Почему? Задавайте себе вопрос. Почему хроническая гипоксия головного мозга? Что вы там пережали? Чего не дожали? Почему не насыщаете свою кровь кислородом? Что мозг вынужден голодать? Отсюда все наши усталости, невысыпания, головные боли, мигрени и так далее. Переходим к плечи. Поднятие плеч вверх-вниз. Поднимаем и опускаем. Прямо под действием гравитации. Бросаем. Можно прямо перейти на быстрый. Прямо пробуйте себя. Вот здесь уже разные вариации. Отлично завершили. И махи перед собой ручки ладонь на ладонь от лобковой кости. Отрицательный угол. Вот такая амплитуда у меня. Отлично завершили. И сделаем ножницы перед собой. Небольшая амплитуда здесь. И можно увеличить при этом скорость. То есть у нас постепенно поднимаем ручки перед собой. Суставная сумка плечевая плеча не так сильно задействована. То есть все плавно и медленно включается. Поэтому скорость на самой амплитуде движения кистей, движения рук можно набрать. Здесь у нас хорошо прорабатывается передняя дельтовидная мышца, передний край. И опускаем постепенно вниз, когда дошли доверху. Отлично завершили. Махи в сторону. И внизу у нас где перекрестие, то левая, то правая рука. Не забываем. Вдох, вдох, выдох, выдох. Отлично завершили. И в наклоне проработаем тоже, как будто у нас махи. Вот такой вот небольшой сгиб в локтевом суставе. Как будто крылышки расправляем. И стремимся лопатку с лопаткой свести. Кожную складку почувствовали между лопаткой. Вдох, вдох, выдох, выдох. И тоже меняем ту левую, ту правую рука впереди для симметричной загрузки мышц. Отлично завершили. Переходим в локтевые суставы. Раскручиваем наружу наше предплечье. Вдох, вдох, выдох, выдох. Вдох, 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 вдох. Вовнутрь. Немножечко в гимнастике суставы для наших пальчиков. В хаотичном порядке двигаем пальцами, дышим. Как будто поделаем себе виртуальный друг другу массаж. Кто утром рано встал, кто делает вместе с тобой мною. Мы в прямом эфире гимнастику. Помассировали друг другу плечики, спинки. Отлично. Переходим в грудная клетка. Утренние обнимашки. Вдох, выдох. И пробиваем себя по груди, по грудной клетке. Такой вибромассаж у нас еще идет. Пробуждаемся. Работаем с легкими. И вот такая дыхательная гимнастика, она очень полезна сейчас, особенно в наше время. Вот эта вот всякая простудная штука у нас ходит, да, и попадает в легкие. Где-то там осаждается в нижних ее частях. Здесь мы начинаем активно массировать диафрагмой наши легкие изнутри. Плюс еще у нас печень здесь подключается диафрагмой. Также массируем. Такой детокс у нас идет. Лимфодренаж активный. И прочищаем, очищаем легкие. Потянулись вверх к соседям, к солнышку. И вернулись назад. Отлично. Завершили. Встряхнули ручки. Вдох. Потянулись. Выдох. Переходим в область поясницы, талии. Раскручиваем себя снизу вверх. Поднимаем ручки. И смотрим назад. Как будто оборачиваемся. Вдох. Вдох. Выдох. Выдох. Подключается область поясницы. Здесь активно работает позвоночный столб весь. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Начинайте медленно. Почувствовали свою амплитуду в зоне комфорта. И после этого можете поэкспериментировать со скоростью. Но аккуратненько. Переходим в ручки горизонталь. Тс. 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 Переходим. Уже опускаем вниз. Тоже свободные кисти. Пробиваем себя в области поясницы. Область талии. Тоже такой вибромассаж. Встряхивание. Тс. 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 Отлично завершили. И наш любимый вертолетик. Уже делали мы его. Ручки правая, левая, вверх, вниз. Вдох. Вдох. Угол 90 градусов. Кто может, да, это максимальный угол. У кого проблемы, какие-то, да, нюансы есть уже с поясницей, то, соответственно, вы подбираете себе свой угол. Возможно, кто-то останется вертикально. Не кошмарим своего тела. Своё тело. Движение должно быть. Двигаться нужно. Запускать кровоток к мышцам, к позвоночному столбу, чтобы напитать его. И убрать наши все шлаки, застойные явления. Тс-тс. Пусть оно будет вертикально, небольшое, но движение включайте в свою жизнь. Тс-тс. Отлично завершили. Встряхнули ручки. Вдох. Выдох. И сделаем нашу ломбаду. Ножки вместе проработаем органы. Очень половая система здесь, да, органы малого таза. Тс-тс. Тс-тс. Двигаем, двигаем активно. При этом напрягайте живот. Включаем кровоток. Активно, да, работаем, прорабатываем, прокравляем органы малого таза. Из-за сидячего образа жизни у нас там такие застойные явления, и такие проблемы потом, да, как следствие. Мы кучу-кучу знаем наименования различных заболеваний. Тс-тс. 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 Отлично. Проработали область таза. Переходим до забедренный сустав. Вахи в сторону. Вдох, вдох, выдох, выдох. То есть одна нога, то есть нога в одну сторону, а руки в другую для баланса, чтобы удержаться, удержать равновесие в пространстве. Если работаем, вестибулярный аппарат у нас включается здесь хорошо, а равновесие нам очень важно, устойчивость, особенно в процессе гололёда, да. Гололёд штука такая, поэтому всегда пусть вестибулярный аппарат у вас будет разработан, чтобы удержать равновесие в пространстве устойчивость тела. Тс-тс. Опускайте всё своё внимание в область таза. Мы как раз с ним проработали. Это наша такая вот основа, да, фундамент для равновесия. Тс-тс. Тс-тс. Отлично. Закончили ножки. Вместе переходим к коленям. Раскручиваем колени в одну сторону. Тс-тс. 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 Отлично. И снимаем кроссовки. Завершаем наш ритуал утренний работой на голеностоп, работой с пальчиками ног. О стопе не забываем. Он несёт большую нагрузку в течение дня. Особенно кто ходит на каблуках. Тс-тс. Тс-тс. И в обратную сторону. Тс-тс. 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 И еще раз вдох. Потянулись, потянулись к нашему солнышку, прямо на носочки встали, растянулись, растянулись. Выдох. Отлично, друзья, вот мы и закончили нашу 15-минутную практику. Кто был вместе со мной, выполнял, я вас поздравляю с началом или с продолжением понедельничного дня или утра у кого-то. И хорошего вам настроения. Все, пока-пока, отключаюсь. Продолжение следует...